Всем привет, с вами снова славный дружебломов. Я постоянно ради вас, само собой, нахожусь в поиске лучших суши, лучших роллов, лучших пицц, шаверм и всякого такого. Но все время при этом на фоне я понимаю, что какое-то количество веганов, вегетарианцев среди моих подписчиков есть. Я не знаю, что это за извращенцы, я не знаю, что это за мазохисты. Кстати, многие веганы, вегетарианцы, которые на меня подписаны, а это сотни или даже тысячи человек, не такой большой процент, но тем не менее канал огромный, поэтому это сотни и тысячи человек в любом случае. Так вот, они смотрят видосы про мясо. Я часто смотрю в комментариях, то есть они такие, ну мы мясо не едим, но почему бы нам не посмотреть, как ты жаришь сочные стейки. Я эту логику не понимаю. Окей, так вот, я нахожусь в том числе в фоновом режиме и в поиске хорошей доставки каких-нибудь вегетарианских блюд. И я всегда угораю с одного и того же. Если ты вегетарианец или веган, я их все время путаю. Да, я все время над ними подтруниваю, но по-доброму. Чтобы вы понимали, я считаю, что в меру издеваться и шутить нужно абсолютно над всеми, иначе люди начинают терять чувство юмора, поэтому можете в комментариях издеваться и смеяться надо мной, не знаю, троллить кого угодно, кроме боксеров. Не надо троллить боксеров, потому что у них нет чувства юмора, они по голове получают. Так вот, я подтруниваю их по-доброму и пытаюсь для них, в том числе для них, найти вкусную еду. И каждый раз не могу понять одного и того же. Если ты веган или вегетарианец, и тебе отвратительно мясо, почему они в своих доставках все называют мясными названиями? Короче, я у Сереги спрашиваю, что там сделаем, какой заказ? Он говорит, давай там какая-то доставка открылась, у него там недалеко знакомый живет, и он говорит, там недалеко от него что-то открылось, давай возьмем вегетарианскую фигню. Я такой, ну давай. Так, эта штука называется Праймал Веган Бургерс. Бургерс. Праймал, что такое Праймал? Типа Праймал? Главный. Важнецкие? Важнецкие, наверное. Типа как Прайм Биф. Прайм Биф, то есть типа круто. То есть важнецкие, короче. Вот. Мы заказали у них. Ладно, сначала, Серега, Быренька, за кадром расскажи, так как ты заказ притащил сегодня. А как долго делали и какие особенности? Ну, короче, смотри, я позвонил, там у них оплата на карту, ты пересылаешь. Они доставляют, они находятся на Литейном, и вокруг Литейного, в какой-то райончик, они доставляют либо пешими курьерами, либо велокурьерами. А в дальний район они везут на такси. Я, кстати, вообще никак не мог понять. Велокурьеры в Питере. Ты себе можешь еще представить более обсосную работу? Нет! Я любую работу уважаю, но, когда я, например, иду по улице, я вижу, знаешь, едет на велике к какому-то неказистом чувак, и у него вот это сзади, я, короче, фигзно. Это лучше, чем пеший курьер. Я не знаю, пеший курьер у тебя не так обмерзают руки на велике, вот в такую погоду, это жесть. Ну, хз, хз, ну, продолжай, что там? Ну, короче, вот, я позвонил, назвал, продиктовал все позиции, которые мне нужны, одной позиции не было какого-то бургера, я заказал вместо него только какие-то фишн-чикс, по-моему. Вот, в итоге сказали, что приготовить за час, постараюсь, чтобы быстрее. Потом я им звоню, они говорят, что чипа произошло, вот уже заканчиваем ваш заказ, это прошло час, час, час двадцать, по-моему. То есть они заказ делали час двадцать? Час двадцать, да. Народ, если вы хотите быстро поесть, Primal Vegan Burger, бергеры, это, типа, не про вас вообще ни разу. Вот, потом они вызвали машину такси, Яндекс.Такси, посадили заказ прямо вот рядом с водителем, и он ехал очень долго, типа, он должен был ехать 40 минут, так как это все-таки литейный, там, за мостом, и он ехал, в итоге, час. Короче, с момента заказа сколько мы ждали? С момента заказа сколько? Два с половиной часа, примерно так. Друзья, они, у них есть только группа в ВК, они позиционируют себе, нет, это, если что, не проплаченное. Какая вообще вегетарианская доставка будет платить мне, чтобы я сделал на них славный обзор? Это нужно быть, типа, совсем. Это мы рандомно выбрали. У них, короче, самый фиговый у них способ доставки. Таксистами. Самый фиговый, самый обсосный из всех. И ждали мы наши бургеры два с половиной часа. Я почему сейчас со вступлением не тороплюсь? Здесь стоит тормозунка, но там уже, в любом случае, все комнатные температуры, поэтому вообще пофигу. То есть уже можно никуда не торопиться. Долгое вступление. Основное, что меня прикалывает. Короче, если зайти в их меню, ломтики мяса пшеницы. Мясо пшеницы, Карл! Что, блядь, такое мясо пшеницы? Или, например, кликаешь митбол. Фрикадельки из рубленного пшеничного фарш. Хрен с ним. Каждый может называть свои позиции как угодно. На кой хрен вы, веганы и вегетарианцы, все пытаетесь натянуть на мясную тематику? Вы должны, наоборот, от нее отходить. То есть, например, ладно название бургер. Бургер означает, что две булки, и там что-то внутри. Хрен с ним вегетарианский. Но нафиг писать, знаешь, там, ребрышки из авокадо. Чего? Какие ребра там у авокадо? Ну, это я столько что придумал. Вообще, на самом деле, это двулище, потому что они говорят, что у пшеницы есть мясо. И из него делают фарш. А если пшенице больно? Зачем вы, если они срезают мясо с живой пшеницы? Ну, то есть, я не могу понять, зачем они так название делают. Стейк-бургер. Какой нафиг стейк? Родные! У вас вегетарианское место! Какой стейк? Какое мясо пшеницы? Можно же как... Стейк из мяса пшеницы. Какой, блядь, стейк? И все, у них, короче, народ, у них все на мясную тематику. Это хот-доги, которые, ну, в понимании обычного человека, они без мяса не бывают. Бургеры, которые, в понимании обычного человека, без мяса не бывают. Эти... Митболы. Митболы? То есть, это фрикадельки, они должны быть из мяса, просто они не из... Я не... То есть, это митболы. Митболы, мясные шарики. То есть, насколько... Насколько... К ним-то ноль вопросов. Насколько, если это продается у клиентуры, должна поехать голова, что ты и не за мясо, то есть, ты мясо есть не хочешь, это тебе отвратительно, потому что ты веган, но ты как бы и не за овощи, и ты хочешь, чтобы это было овощное, но как мясо. Я вам скажу, как сделать это. Жрите, блядь, обычное мясо. Ах, ладно, распаковываем. И так долгое вступление. Да, еще небольшой момент. Доставили на такси. Сколько стоило такси? 580, но час пик. Хорошее такси такое. Нормальное. Обычное такси. Хрен знает. Ну, в общем, друзья, заказывать оттуда очень-очень дорого. А сколько заказ там по сумме? Ну, что-то вот в общей сумме 2200, по-моему, или 2300. Ага, это все еще с такси, да? Да. Ну, может, ты оплатишь? Слушай, а пошел ты нахер, а? Рекламу устраивай. Минутка рекламы. А спонсор видосика Letyshops. У нас на даче постоянно возникают ситуации, что чего-то нет. Нет зарядника для аккумов, нет каких-то переходников, нет какого-то стабилизатора. А поездка в любой магазин за любой мелочью занимает 20, 30, 40 минут. Сколько времени я бы сэкономил, если бы все, что нужно, покупал в двойном экземпляре заранее. Например, нормальную зарядную станцию. К чему я веду? На Алиэкспрессе 11.11 будет мега распродажа, и провести ее нам помогут наши старые друзья Letyshops. Если бы вы знали, сколько всего мы через них уже покупали. Карты памяти, защитные фильтры, НД-фильтры, какие-то стабилизаторы, перейдники, зарядники, аккумуляторы, просто тысячи разных штук. Уверен, что и вы себе присмотрите что-нибудь нужное в хозяйстве. А 11.11 это лучшее время для этого, потому что по скидонам 11.11 опережает даже черную пятницу. Скидоны до 70%. Но всего на два дня. Чтобы удостовериться, что скидка не липовая, ставь расширение от Letyshops, которое позволит следить за динамикой цен. Я уже много чего присмотрел, еще один нормальный зарядник возьмем, зарядник еще для других аккумуляторов возьмем, переходники и защитные стекла. Кстати, все, кто вернет кэшбэк, будут участвовать в розыгрыше 111 призов на сумму миллион рублей. Регистрируйся на странице распродажи Letyshops, ставь расширение и начинай добавлять товары в корзину прямо сейчас, чтобы успеть получить купоны на скидку. Ссылочки находятся в описании. Праймал веган бюргери. Давай, вылезай. Ну, аккуратненький пакетик, так больше ничего нет, больше ничего нет. Аккуратненький пакетик. А не, смотри, оно еще тепленькое. Оно еще тепленькое. Удивительно. Ну, само собой, такое в себе. Ну, само собой, салат, картошка, все лежит горячее. То есть, теплый салат, нагретый от всего остального, это, видимо, норма. То есть, никакого разделения на теплое холодное нет. Я измерю температуру чего-нибудь одного, ну, потому что, я извиняюсь, волосинки везде, у меня тут пипячник ходит. Вот. Это тепленькое. Ну, я не знаю, я засуну. Щуп. Что-то мне показалось, что теплое. Вот это показалось теплым. Сейчас. Ну, давай я засуну щуп сюда. А, ну, вот это мне показалось теплым, потому что, ну, как теплым. 30 градусов. Оно чуть-чуть тепленькое. Температуры, как это, горячего помещения, скажем так. Ладно, с температурой закончили. Ладно, эти стрипсы мы отставим. Давайте начнем с бургеров. Мне очень интересно, что такое мясо пшеницы. Несчастная пшеница. Что касается запаковки, кстати, забавно здесь. Такая, не знаю, переломилась, правда, шпажка. Видимо, чтобы он... Нет, давайте-ка я ее назад вставлю. И разверну. Все упаковано в фольгу. Все упаковано в бумагу. Ну, то есть, в принципе, это правильный тип упаковки. Так. И... 331 грамм стоит бургер. Мы пока понятия не имеем, что это за бургер. Поэтому давайте сейчас мы попытаемся его разрезать. Потому что ничего не подписано. Ну, так. На самом деле, выглядит неплохо. Ну, серьезно. То есть, такой бургерец. Видно, что у них какая-то не самая дешевая торчит зелень. Это реально выглядит как мясо. Это похоже на котлету из мяса. Давайте разрежем. Вот так. По шпажке. Ну, ладно. Это не очень похоже на котлету из колбасы. Пробуем. Кстати, что характерно, стоят они недорого. Типа 250-220 рублей. Я не знаю, это буч или стейк-бургер, короче. Скажу так. Да это неплохо. Ну. Вы, наверное, спросите. Есть ли там вкус мяса? Это что-то среднее между соей и дешевыми сосисками. Но и стейк как бы недорогой. Ой, стейк-бургер. Стейк-бургер недорогой. Соус вкусный. Похож на китчуне с хреном и горчичкой. Да, это стейк-бургер за 250 р. Пшеничная булка. Стейк из мяса пшеницы. Оливковый дип-соус. Свежие овощи, зелень. Горчичный соус. Да, это стейк-бургер за 250 рублей. Меня часто спрашивают. Если вот мясо тебе нельзя есть было бы, ты бы питался где? Я бы иногда, наверное, заходил, ел такой бургер. Давайте к следующему перейдем. Значит, второй бургер у нас буч за 220 рублей. За 220 рублей мы получаем 346 грамм. Это с фольгой, ну вы поняли. Так, бургера. Давайте я его так аккуратненько достану. Ну вот, кстати, учитесь те, кто запаковывает. Оно уже даже остыло, но никакой воды нет. Потому что, хотя они, может, изначально были не горячие. Я не знаю, эти котлеты жарятся? Ладно. Ну то есть оно не мокрое, не влажное, не разваливающееся. Просто гамбургер как гамбургер. Пшеничная булка. Котлеты из мяса пшеницы. Короче, это вяленые томаты. Это должны быть овощи, зелень и сырный соус. Вяленые томаты и сырный соус. Обожаю вяленые томаты и сырный соус. Серьезно, это похоже на мясо. На очень сухое мясо, согласись. На курочку, по-моему. А, отсюда. Полу курочка, полу... Пробуем. Вяленые томаты и сырный соус тащат. Даже если бы туда положили туалетную бумагу или просто картон, то с вялеными томатами и сырным соусом, все равно все было бы вкуснее. Не. Короче, чуваки. Сделайте вариант просто с мясом. Просто говяжью котлету. Хорошие у вас бургеры будут, кстати. То есть сочетание сырного соуса, но он вряд ли сырный. Он, наверное, какой-то хитрожопый. Это же вегетарианская фигня. Но это вкусно. Это вкусно. Ты знаешь, мне кажется, что в вегетарианские кафе не вегетарианцы, не откуда. А знаешь, что еще любят и вегетарианцы, и не вегетарианцы? Деньги. Поэтому... Поэтому я бы туда мясо навалил. Странное ощущение. Штука похожа на суховатый фарш. Она вроде как обжарена. Ну, тут лучок. Свежий, хороший лучок. Огурчики. Все хорошо собрано. Ноль вопросов. Такой вкус, слышь, такой... Фрикадельки. Блин. И знаете что? Туда можно даже мясо не добавлять. Если в эту котлету добавить просто жира животного, то есть курдюка какого-нибудь, я не знаю, свиного сала, еще чего-то промолоть, это реально очень будет похоже на мясо. Ну... Это уже не будет вегетарианская фигня. Да насрать, господи. Все же любят зарабатывать. Ладно, давайте откроем их хот-дог. Хот-дожик мы получаем 190, почти 200 граммовый. И это... Я разрежу этот хот-дог. И вот смотри, народ, это, блин, сосиска стопроцентная. Я вам отвечаю. Да нет. Во френч-догах на... Ну, давайте попробуем. Реально выглядит один в один, как сосиска обычная. Сосиска со специями, то есть там соль, перчик, очень похожа на просто очень дешевые сосиски. Реально очень похожа. То есть, в принципе, если бы на каком-то фестивале мне вот с Кока-Колой дали вот эту горячую штуку, если бы она еще горячая была, и, знаете, вот просто ледяная кола, сосиска, и не особо так вдумываться, я бы, может, и не отличил от плохих вот дешевых сосисок, само собой. Еще у них есть куча вот таких соусов, причем порции здоровенные. Почему здесь везде волосы? Потому что здесь есть пипяка. Давайте, какой-то... Это, видимо, сырный. Нет? Так, это, видимо, горчичный. Нет? Ну, смотри. Давайте я попробую. Как будто с... Не знаю, с греческим йогуртом перемололи кучу орехов. Такое, знаете, с фрагментами раскрошенного чего-то. Ну, то есть он не гладкий сырный соус, знаете, такой шелковистый. Как бы сказали американцы, silky smooth, типа, ну, как шелк. А, типа, с кусочками чего-то. Э, то, что в бургере пыталось прокатить за сырный соус, когда отдельно пробуешь, конечно, шляпа полная. Эта штуковина называется смоки. Ломтики мяса пшеницы в соусе барбекю. Мясо пшеницы. Пробуем. Между прочим, стоит всего лишь 250 рублей за 400 грамм. Блин, странная эта штука. Нихрена. Извините, нихрена. Вот здесь видно, что пытались залить барбекюшкой, пытались прокоптить. И от этого не соей она не стала. Соя осталась соей. Салат. Это что, просто редька, что ли? Понятно? Друзья, овощи свежие, классные, хрустящие. Ливануть сметаны будет классно. Но, короче, я их разгадал. Чем мяснее блюдо, на которое ты пытаешься сделать похожим свою соевую штуку, тем меньше получается. То есть, по жизни сосиски, они не особо мясные, правильно? То есть, сосиски делаются непонятно из чего. И их сосиски очень похожи на жизненные сосиски. Бургеры, там очень много разных ингредиентов. И поэтому, когда ты пробуешь, типа, вроде какая-то типа котлет. Не, погоди. То есть, эээ. Но, вот это выглядит как ребра, блин, барбекю. И ребра барбекю должны быть из живого, убитого существа. А это соевая... Соевая штуковина. Соряныч. Это, видимо, наггет сет за 250 рублей, кажется. Или фишн чипс. Ё-моё, они еще и рыбу приплели. Так, смотрим. Стоит, между прочим, это по 250 рублей. Не, это фишн чипс. Мы сразу видим, что это тофу или чего... Похоже на рыбные палки. Видимо, потому что рыбные палки по жизни делаются из крахмала и рыбных хвостов. И вот это похоже на рыбные палки. Я думаю, даже если вот сюда... Чесночные, может, соус или что-то такое. Пробуем. Куда бы ты ни добавил чеснока, чесночные клёвые. Но это самый прикольный унисоус. Окей. Что, кстати, с картохи? Когда-то она была вкусной. Я уверен. Переходим к наггетсам. Но сначала ваши комментарии из-под предыдущего славного обзора. Итак, ваши комментарии. Максим Никольский пишет. Обломову надо в уральских пельменях играть бабулю. Спасибо, блин, большое. Вот, вот, настоящие, хорошие у меня подписчики. В бабушке меня записали. Обломыч, ёма на рот, пишет металлолом. Руки прочь от ананаса, ты просто ему завидуешь. Есть такое дело. Есть такое дело. Николай Васильков пишет. Дружи, тебе нужно обзоры на дурь делать. Сделай отвар из грибов мухоморов. А с чего ты взял, что у меня нет второго канала, на котором я таким промышляю? Вот хороший комментарий. Ты страшный. Типа, человек просто пишет в комменты. Ты страшный про меня. Я, ну, ладно. Моя мама так не считает. Моя мама сказала мне, что я очень красивый. Кристина Беляк пишет. Если бы я сказала своей бабуле, собери мне бургер, бабуля собрала бы мои вещи и выгнала меня нахер. Ну, у всех разные родственники, мы тебя не осуждаем. Энселинс пишет. А что если в параллельной вселенной еда делает позорный обзор на дружи? Кто его знает? Кто его знает? Возможно, есть еще параллельные вселенные, где я добрый и безбородкий. Потому что в нашей вселенной я злой с бородкой. Пишите ваши комментарии. Хейтерские, позитивные, негативные, какие угодно. Многие из них мы зачитаем в следующем славном обзоре. Вернемся к еде. Это, походу, наггетсы. Все стоит по 250 рублей, поэтому... Итак, друзья мои, это вегетарианский наггетс. Вот опять же, видимо, наггетсы делаются хрен знает из чего. Потому что веганские наггетсы даже немного похожи на настоящие. А вот ребра, вот эти ребра, вообще нифига на настоящие ребра не похожи. То есть просто жуешь, как какую-то резину. Зачем класть в мокрый салат эти самые... Господи, я забыл. Начосы? Я не знаю. Это от меня ускользает. Ну и, друзья мои, митболлы. 390 грамм митболов. Так смотришь, похоже. Серьезно? Да, кстати, что по поводу комплектации? Показываю. Ничего. Вегетарианские тефтели. Да? Ну? Ешь вегетарианские тефтели. Ешь вегетарианские тефтели. Нет? Окей, тогда я съем. Ну, такая же штуковина, из которой делаются эти котлеты в эсбургере. Кстати, неплохо. Но неплохо чисто за счет того, что мега обжаренная корка. Такая, что вот эта вот обжаренная штука из кучи масла. Пеп. Не хочет он есть вегетарианские штуки. Как я его понимаю? За счет того, что сверху как оно в фритюре, что ли, фиганули. Ничего так. И опять же, в мокрый салат они кладут сухие начосы и на что-то рассчитывают. Смотрите. Прямо на это, на сельдерей, на все это, прямо зафигачили сухие начосы. Я не знаю, логика какая-то своя. Мой вердикт. Да хрен его знает народ. Во-первых, я бы не заказывал у них ничего с доставкой, потому что доставка за 500 рублей таксистами это за гранью добра и зла. Во-вторых, очень долго они все это делают. То есть они бы ваш заказ будут готовить час. Но они только открылись, наверное, им простительно. Может, раскачаются. Кто его знает. Если вы вегетарианец, в принципе, не самое плохое место. Вопрос, почему оно все закос под мясо. Какое еще мясо пшеницы, о чем все это, я хер его знает. Но пусть будет. И есть даже вкусненькие позиции. Вот эти митболы неплохие. Сосисочка у них. Короче, все, что и в реальной жизни из мяса делается из херни, у них похоже на это. Но, конечно, когда ты пытаешься какую-то резиновую соплю выдать за ребра, значит, то не получается. Ну, то есть, реально, саму на глобус не натянуть никак. Это так не работает. Смотрите сами. У меня есть вегетарианцы и веганы, и вы это, наверное, смотрите. Напишите в комменты, там, сожрали бы это, не сожрали бы. Я не знаю, чем вы питаетесь каждый день. Это дело ваше. Я тут заказывать, ну, наверное, больше не буду, потому что я не вегетарианец. Хотя, может, через полгодика мы их и перетестим. Но на самом деле, если бы они все это начали делать из мяса, я бы стал их клиентом. Почему нет? То, что у них аккуратно, правильно завернутые бургеры, все дела. Быстрее доставка бы еще была. Быстрее доставка и мясо бы они вместо вот этой штуки ввели. И была бы классная доставка, классное место. А с вами был славный дружиобломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok